За окном хмурый и дождливый ноябрьский вечер, но для некоторых соровчан этот день особенный. Немного предыстории. В начале сентября в городской администрации прошла жеребьевка земельных участков на улице Нижегородской для многодетных. По разным причинам прийти на нее смогли не все, и как того требует закон, власти объявили новую встречу. Из пяти, получивших повторные приглашения семей, пришли четыре. Запечатанный конверт опускают в лототрон. Короткий инструктаж, из трибуны звучит фамилия первого очередника, который заявляет об отказе участвовать в жеребьевке. В интервью нашему каналу мужчина рассказал, что его семья рассчитывает получить участок в другом месте. Мы на семейном совещании приняли просто решение, что раз мы были на западной улице, на участке, что хотим мы там получить участок, все-таки дождаться по возможности. Я хочу написать заявление, отказаться от участия в жеребьевке, может быть, получится на западной все-таки дождаться участок. Больше в тот вечер отказов не было. Все оставшиеся участники жеребьевки по очереди поднимались к трибуне, вытягивали конверт, объявляли номера участка и уходили к соседнему столику, чтобы в спокойной обстановке написать заявление на долгожданный кусочек своей земли. Мы довольны. Нам, в принципе, где же был земельный участок? Не важно, Нижегородская, Западная? Ну, без разницы. Скажите, пожалуйста, скоро намерены начать строиться? Ну, следующей весной. Уже примерно спланировали дом? Примерно, да. Какой будет? Двухэтажный. Кирпичный желательно, потому что будем строить надолго с расчетом на большую семью. В ближайшие две недели специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом составят постановление, присвоят ему официальный статус и пригласят семьи, чтобы вручить им выписку о зарегистрированных правах на собственность. А тем временем, после двух жеребьевок на улице Нижегородской по-прежнему остаются свободные участки, которые, впрочем, обязательно дождутся своих владельцев. С двумя нераспределенными земельными участками будет проведена процедура жеребьевки после того, как мы соблюдем все процедуры закона. А процедура закона – то, что мы, многодетные семьи, должны уведомить о начале жеребьевки на не ранние 10 дней. Соответственно, в ближайшее время мы будем приглашать остальные многодетные семьи, две, для прохождения процедуры жеребьевки. Константин Переводчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей СРО-24.